В романе «Эшелон на Самарканд» идет речь о таком вот ковчеге или эшелоне, о поезде, куда в ранние двадцатые годы прошлого века загружают пять сотен голодных, фактически умирающих от голода, некоторые из них умирают, действительно, детей. Эти детей отсылают из голодных регионов Поволжья в Туркестан, в Самарканд, где, по слухам, много хлеба, много солнца, много тепла, и дети имеют шанс выжить. Из этого голодного региона, из смерти, дети фактически переезжают куда-то в жизнь, куда-то к теплу, куда-то к еде, куда-то к шансу на выживание. Поэтому, да, можно сказать, что это было в ковчег. Любой текст, любой фильм, любое произведение, которое имеет отношение, рассказывает о советском прошлом, причем рассказывает достаточно критично, это произведение, оно обречено на такое повышенное внимание. И, собственно, та критика, которая была, это была скорее критика вот этого острого взгляда, чем чего-либо еще. Моя совесть здесь чиста, я, в общем-то, проработала достаточно времени, больше половины подготовки текста в каких-то источниках, и здесь практически все, что написано, оно написано на основе того, что я находила. Романное действие действительно показано глазами взрослых. Это был сознательный выбор. Мне хотелось, чтобы голод был показан как нечто ужасное, чтобы голод был показан как ненорма. Очень благодарна всем, кто прочитал мой первый роман, и благодарна заранее всем, кто купит второй, захочет прочитать второй. Я думаю, что это, конечно, наше общее прошлое, и поэтому, если вдруг кому-то мои тексты позволят чуть лучше понять своих бабушек, дедушек, будет просто прекрасно. Ведь голод, наверное, допрыгнул очень многих, также и в Армении тоже, и это такая, действительно, общая беда и общая боль, которые нас связывают.